Есть еще совершенно волшебная тема, происходящего под Екатеринбургом. Вы знаете, что у нас есть частый герой нашей программы Схиегумен Сергий. Бывший Схиегумен. Ну, подожди, вот не бывает, как и чекистов, не бывает бывших Схиегуменов. К тому же он себя не считает бывшим. И он, конечно, безумно крепко сел на эту медийную иглу. Я говорил, что с тех пор, как он ощутил вот эту вот известность и медийность, он идет на любые ухищрения, лишь бы на ней оставаться. Но теперь на Ютубе банят его проповеди за экстремизм. И он, наконец, придумал нечто, когда точно не забанят. И он совершил гениальную абсолютно штуку. Представь себе, это все можно посмотреть, но это чинный крестный ход. Это толстые дородные монахини. Это хоругви и дымящие кадила. Это довольно большая тысяча в полторы толпа сергианцев, которая двигается от монастыря. Схимники бармочут, монахи стинают. И вдруг схигумен Сергий, задрав мантию, подобрав полы и закусив край схемы, как балтийский матрос в атаку, он с диким визгом бросается от всех бегом и уходит от всего крестного хода в скоростной отрыв. Они офигевают, но начинают бежать за ним следом. Это все напоминает известный фильм «Пес, барбос и необычный кросс», только вот в пересчете на всю эту церковную эмблематику и символику. Это препятствие. Это даже напоминает отчасти погоню апачи в золоте Маккена. И они несутся на хороших скоростях с кадилами, иконами. Падают, теряют младенцев, сыпятся клобуки, вот эти толстые иноки, не с вываленными глазами, оставляют ямы, причем от каждого следа, потому что там веса, то, что называется, настоящие. А сухонький этот Сергий все чешет с бешеной скоростью. Возможно, я сперва подумал, что он просто хочет убежать из этого всего кошмара и от всех прихлебателей, оказывается, нет. Оказывается, называется это все «бегом в царство небесное». Я знаю, что будет следующим этапом. Будет крестный полц, во-первых. Потом, может быть, еще можно... В заголовках прессы это был крестный забег. Да, это можно еще прыгать в шестом через иконостас. А еще есть такое... А так и до пилона в дело дойдет, правда же? Нет, подожди, есть еще Куперхилдская сырная гонка. Знаешь, это по очень крутому склону спускают огромные головки сыра и толпы народа по этому же крутому склону за этим сыром. Но сыром в России плохо. Поэтому, я думаю, испекут огромную просфору и будут катить со склона ее или возьмут какой-нибудь митрополит, потому что в РПЦ есть десяточек совершенно шарообразных архиереев, которых тоже можно скатить. Но вообще, вот настоящее, это все будет красиво, но это будет, в общем, фигня. Настоящим шоком, когда точно приедет, приедут все. Вплоть до BBC и CNN есть такая штука, она называется Айурон Канто. Айурон Канто. Если здесь есть финны, они меня поймут. Это финский национальный спорт, бег с женами. А, точно, на закорках или через пещу? Нет, это причем жена. Единственное неудобство, когда она сильно превышает рост мужа, если жена очень высокая, а муж небольшой, то жена чертит головой по земле, потому что вот здесь муж хватает ее за ноги и вниз головой вешает себе на спину и бежит через полосу препятствий. Ну вот с женами у схимников неважно, но они могут взять, во-первых, рисофорных ослухниц. Они могут взять монахини, и монахини вниз головами, в общем, будут являть столь же благочестивое зрелище собой, как и вверх головами, разница невелика. Ну, вероятно, обнажаться панталоны, ляжки. Главное, чтобы схимники не перевозбудились, не растащили бы монахинь по кустам. В общем, короче говоря, я думаю, что вот это действительно будет супер-хайпом, и отлучивший Сергия Синод пожалеет о своем поступке, потому что такого, конечно, они никогда не смогут повторить. Вот вы смеетесь над затеями Сергия, а на самом деле сами же сказали, что про политику нельзя, там это будут банить, это будут банить. Дойдет до того, что нам с вами придется в забеге передачу вести, поэтому мы еще посмотрим. Может быть, это неплохая идея. Какие-то мечты у вас, я бы сказал, вдруг рисковаты. Как междугородний забег, это же вообще будет прекрасно. Каждый со своим лэптопом. Нет, и чтобы я не выглядел здесь каким-то сексуальным маньяком, я могу сейчас сослаться на папу Римского, который вообще вдруг на этой неделе ляпнул про то, что секс – это божественное наслаждение, но ему ничего не оставалось. После такого количества педофильских скандалов, когда выяснилось, что вверенная ему организация ничем, кроме потрахивания маленьких мальчиков, не занималась последние 20 лет, остается только объявить секс божественной радостью. Причем он… Александр Глебович, он все-таки не это сказал. Мне кажется, папа Франциск имел в виду, что удовольствие, получать удовольствие, которое Господь тебе дал, это не стыдно, будь то еда или секс. Понимаешь, Оля, он сильно не первый, и тут уже надо было бы быть последовательным, потому что был такой папа Иоанн XXIII, Бальтазар Косса. Он вообще из наших, он бывший пират. Вот у него, у него, у него очень интересная биография. А это он те арт туда-сюда продавал все время? Он продавал все. У него был гарем из 300 инокинь у папы, да. Вот, кстати, он основал этот торговый бренд, торговую марку «Папа может», который изготавливает огромные колбасы. И тоже совершенно не случайно, под воздействием как раз вот общения с этим своим гаремом. Но мы теперь знаем, что, например, там РПЦ, она делает вид, что она очень благонравная и чуждая всему этому блудному бесию. И теперь вообще у РПЦ появились абсолютно закрытые, закодированные телеграм-каналы, запароленные, где митрополиты, архиепископы, епископы и архимандриты обмениваются служебной и личной секретной информацией для внутренней, совершенно... Вот по нынешним распоряжениям это все нельзя разглашать. Вчера мне пришло... Вчера уже разгласили. Вчера мне пришло изумительное абсолютно оповещение. Созывают в монастырь. Кажется, это Нилова пустыня. Текст такой. «Отцы благочинные. Довожу до вашего сведения, что состоятся...» Такого числа. «Грандиозные торжества по случаю юбилея митрополита Виктора. Гостям праздника рекомендуется иметь при себе келейников, не моложе 16 лет и не старше 21 года». Вот такая вот секретная РПЦшная информация. «Вдруг это фейк, Александр Глебич, вдруг вас обманули?» Нет, нет, меня точно не обманули, потому что это разослано им всем. И вот мы видим, что даже в Питере какой-то безумный послушник в Александр Невской лавре пытался от всего этого спастись, забрался на верхотуру, на один из куполов и прикрывал, в общем, зад огромным листом железа. Его снимали почти сутки с помощью МЧС. Но это ладно. У русских, кстати, митрополитов всегда вот это происходило очень тухленько, очень стыдливенько и очень вонюченько, если пользоваться языком так называемой русской классики. Ну, там из-под тяжка присунут и по диакону, либо там уж доходили совсем до цинизма полного, когда если насиловали протодиакона, то его держали при этом архиереи, а протодиакона еще заставляли в этот момент громко читать Акафист. Вообще, если бы тоже вот РПЦ наконец догадалась продавать акции, то, вероятно, эти акции на данный момент, конечно, много бы потеряли уже в цене и, вероятно, перестали бы абсолютно котироваться. Продолжение следует... Продолжение следует...